здравствуйте сегодня полном соответствии с названием этой рубрики немецкие вторники немножко рассказать о стране в которой живу уже довольно много лет и рассказать естественно мнение сугубо субъективно другого быть не может я не могу говорить как многие общего по всей германии во всех людях городах и так далее поэтому мнение субъективно но тем не менее скорее всего то чего вы вряд ли услышите на других каналах и уж тем более прочитаете в интернете или в газетах и так как я назвал этот выпуск 2 германии это конечно немножко маловато наверно но во первых оставим за скобками русскоязычную турецкую польские диаспоры как самые большие иностранные скажешь иммигрантские что ли сообщества в германии счет общий счет людей в которых идет на многие миллионы также и к этому что интересно в этом плане русских так называемых русских магазинов и газет германии но все еще много хотя с и инфляцией роста цен на энергоносителей на на все 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 количество газет как минимум и журналов либо уменьшается либо уменьшится в обозримом будущем насчет польских газет ничего не могу сказать возможно есть ну не сталкивался именно польских скажем газеты в германии турецких насколько я понимаю там немножко другая специфика там по моему пары тройка есть скажем общий германских таких что ли в отличие от русских русских которые чуть ли не в каждом крупном да и не очень городе если вдруг кто-то имеет другую более подробную информацию поправьте меня значит русские турецкие и польские магазины есть не знаю как много их в целом по стране в конкретных землях и городах но они есть русских ресторанов когда-то занимался этим вопросом более плотно но лет восемь-десять назад тогда их было что-то не больше десятка по всей стране сколько осталось сейчас и остались ли вообще сказать не могу турецких ресторанов немного но они есть вот запольские не знаю зато есть много итальянских греческих и испанских ресторанов а вот итальянских греческих или испанских магазинов но с продуктами или что-то типа вот как русские турецкие таких не встречал может где-то и есть но не попадались но еще есть конечно магазин азиатской азиатских продуктов кухни но их частенько называют китайскими кстати китайских китайских монгольских вьетнамских ресторанов по-разному называются и далеко не всегда там китайцы монголы или вьетнамцы работают но тем не менее это тоже имеет место быть но это скажем так эмигрантская что ли германия германия последних ну не знаю скольких десятилетий ну что касается русскоязычной части так это после распада ссср в самом конце его с турками немножко и поляками немножко другая история но несут я же все-таки хотел бы поговорить о коренных жить и вот поэтому кажется родилось название 2 германии потому что несмотря на то что уже четвертый десяток лет страна единая и скажем в подтягивание доведение бывший гдр до уровня западной германии вложены триллионы не миллиарды триллионы евро этого скажем выравнивание окончательного не случилось до сих пор и боюсь в обозримом будущем не случится как минимум в точке зрения что элементальной психологической эмоциональной если хотите доводилось сам-то я живу так называемый западной части но доводилось не раз бывать в разных городах бывшие гдр так вот коренных жителей образделил наверное на три части условно так то есть те которые родились выросли и живут никуда не уезжаю так называемые западной части стороны то есть бывшие фрг во времена когда была еще и гдр и те которые родились выросли и живут 5 новых так называемых федеральных землях в так называемых новых не так называемых федеральных в новых землях это на территории бывших гдр ну и промежуточное что ли если хотите третья категория это те которые в разное время уехали из бывших гдр на запад и остались здесь и живут десятки лет ну кто к так вот пожалуй самое интересное категория это вот именно вот это которые скажем тем кому сейчас ну от 40 до 50 и старше то есть те которые полностью или почти полностью закончили свое среднее образование закончили реальшую гимназию ли что еще в гдр а потом после объединения страны переехали значит на запад и здесь живут работают по создавали семьи по на рожали детей и так далее и так далее то есть скажем идеологическое воспитание что ли бывших гдр судя по всему было поставлено очень и очень неплохо потому что те которые там от родились и прожили до 17-20 лет после того как страна объединилась и переехали на запад у них все равно во первых многие из них в той или иной степени помнит русский язык который судя по всему был практически обязательным школах ну как один из иностранных может первым иностранным не знаю не интересовался и само отношение к не то чтобы к советскому союзу а вот именно к россии которая себя правоприемница там все все сами знаете так вот к отношении к россии скажем такое то есть все с кем удавалось поговорить однозначно как бы считаешь война это плохо а дальше можно услышать разные мнения и политики меркель в отношении россии и о путине и сегодняшней россии и даже достаточно скажем не то что полярные а такие вот осторожно что ли осторожно фейковые даже мнение о продолжающейся уже второй год войне украины то есть там тоже ну это не говоря про то что все все этих три категории коренных жителей германии уже не первый год недовольны нынешним правительством и нынешним федеральным канцлером и так далее и тому подобное те кто родились выросли в д.р. или даже после объединения страны в тех федеральных землях там во первых очень сильны позиции всяких вот таких ультракоммунистических партий альтернативы для германии протестное настроение против правительства против евросоюза против чего хотите и сам народ знаете там опять же поймите правильные ничего не обобщаю возможно участие слушателей этого канала этого видео есть свой другой опыт ради бога буду только рад если напишите в комментариях но то что мне доводилось видеть вот там тоже вот скажем советский народ только говорящие на другом языке советские это в смысле вечно чем-то озабоченные много кстати любителей зеленого змея таких смысле любителей которые профессионалы которые употребляют регулярно с удовольствием и достаточно в достаточно больших количествах то есть народ не улыбчивый не скажем так сильно вежливый но чтобы было понятно здесь вот в городе где мы живем и часто женой как мы ходим гулять к немцам то есть в те микрорайоны города где частные дома и где живет преимущественно коренное население и всегда там живо но так встречаются там среди них и русские турки выходцы из африки и так далее но основная масса и уклад там вот ну позволю себе сказать традиционно так вот гуляя там скажем то что не редки практически всегда если встретишься с кем-то вот идя по улице то скорее всего с тобой поздороваться не потому что тебя знают есть я не знаю но принцип как бы если ты там идешь по улице наверное ну чужие здесь не ходят кто-то свой смысле где-то живет но то что в лицо не знаю мне не такой уж маленький у нас городок смысле город нельзя всех лиц узнать не говоря про то что кто-то умер кто-то продал дом то есть сменились хозяева ну невозможно за этим уследить но если ты там гуляешь значит скорее да чем нет с тобой будут здороваться совершенно незнакомые люди но ты естественно им будешь отвечать в ответ то же самое в бывшие годы в частности вот дрездене является извините кому непонятно лейпциг по-русски говорят но по-немецки он звучит как лейпциг вот доводилось гулять тоже по таким районам причем даже ну даже учитывая что дрезден куда больше город чем тот в котором я живу соответственно и районы частной застройки ближе к коттеджем небольшим виллам а то и реальным виллам то есть достаточно старые восстановленные и уцелевшие во время войны то есть такой частный сектор такой настоящий на брусчатка там может 100 летние и 150 летней давности то есть районы аналогичные вот немецким в которых по которым мы любим женой гулять у себя никто с кем бы не встретился и пересекся на улице идя навстречу там и еще никто с тобой не поздоровается это вот ну и скажем уровень культуры что ли он тоже опять же насколько можно судить все идет не в самую лучшую сторону во всех смыслах но уровень культуры западной германии ну такой усредненный или хотя бы нет нет да и встречающихся встречающиеся но такой внешний вот культуры двери вам придержали при выходе или пропустили впереди себя или еще что то вот такие вот все бытовые мелочи здесь они нет нет да имеют место быть но в гдр и бывшие ну как-то можно где-то в глубинке то есть городках деревушках которых совсем они небольшие но там как бы все друг друга знаю и еще один момент доводилось не раз бывать на юге в баварии в баденбертенберге именно уже помимо туристических центров небольших деревушках то есть и там и там коренные жители говорят на своем диалекте баварский швабский франконский там франкский неважно есть свой диалек но если ты оказался в деревне где действительно ну деревне деревне где местные жители все друг друга знают и не только со своей а еще и части с ну и те кто частенько заезжают из соседних деревень и ты заходишь магазинчик мясную лавку булочную то с тобой сразу с порогах их это будут говорить на литературном немецком то есть никто не заговорили если ты человек не знакомы там то с тобой никто не заговорит на местном диалекте потому что ты его с большой долей вероятности не поймешь то есть если сам вдруг заговоришь но мало ли приехал из другого конца в аварии соответственно владеешь это другой вопрос но если этих знаний ты не выказываешь что как это с порога с тобой будут разговаривать на литературном немецком который как бы понятен всем чего не всегда можно сказать вот о бывшей гдр где тоже есть свои эти теалекты свои местные какие-то условно говоря на речи там немножко по-другому не знаю кому-то интересно или нет такая информация но это штришок портрет уходится сегодняшней германии говорить можно говорить о влиянии мигрантов на немецкое общество и в каких-то своих предыдущих видео и об этом эти темы иногда затрагивал но это если говорить более подробно то это как бы если это действительно зрители моего канала будет интересно а так вот что касается опять заключение что хочу отдельно подчеркнуть что пожалуйста не верьте никому и никогда кто выдает какие-то неважно какие характеристики какие качества вообще для скажем характерные для германии вообще не верьте нету такого за годы за десятилетия жизни здесь я побывал в очень многих городах в разных частях страны и на севере на востоке и на западе и на юге и не только в крупных но и в как я уже сказал в деревеньках и и прочее то есть везде все по-разному нет каких-то может раньше когда-то и были сейчас нет каких-то сколь нибудь твердых четких что ли характеристик или качеств которые характерны для всех немцев я сейчас опять же любых иммигрантов хоть в первом хоть во втором поколении оставляю за скобками то есть характерных для всех коренных жителей страны исключено ставайте здоровы и слава украине живи беларусь